История России, 6 класс, под редакцией Таркунова, параграф 11. Повседневная жизнь населения, жизнь земледельцев. В сельских поселениях люди упорно боролись за существование. Распахивали новые земли, разводили скот, ловили рыбу, охотились, оборонялись от разбойников, а на юге еще и от кочевников. Наиболее распространенными на Руси были так называемые большие семьи. В ней входили глава семьи с супругой, их сыновья со своими женами и детьми. Все члены семьи вместе обрабатывали землю. Глава семьи распоряжался имуществом и судьбой каждого из ее членов. Детей рано приучали к труду. Мальчика лет семи брали в поле, учили какому-нибудь ремеслу. Девочки присматривали за младшими братьями и сестрами, помогали по хозяйству, учились прясть, ткать полотно, шить одежду. Долгими зимними вечерами женщины пряли, мужчины делали или чинили домашнюю утарь, вспоминали минувшие дни, слушали сказителей, рассказывавших былины. На Руси долго сохранялись многие языческие обычаи. Большинство людей и после принятия христианства носили славянские имена – добрыня, сновид, лют, волчий хвост и т.д. Сохранились и языческие праздники. На юге в лесостепной зоне жилищами служили полуземлянки, пол которых был ниже уровня почвы земляным полом с крышей, покрытой сверху слоем земли. На севере это были деревянные дома – избы. Большую часть избы занимала печь, глинобитная или каменная, которая топилась по-черному. Дым из печи поднимался под потолок и уходил через специальные отверстия под крышей. Маленькие окна затягивались коровьим пузырем или холстиной, промазанной маслом. Жилища освещались лучинами, тонкими щепками сухого дерева. Жители Руси одевались почти одинаково. Главным элементом мужской одежды были рубаха и порть, неширокие, сужающиеся к низу штаны. Верхней одеждой были зипуны, застегивающиеся в стык кафтаны без воротника с длинными узкими рукавами. Зимой носили простые шубы, кожухи и островерхие меховые или войлочные шапки. Ноги оборачивали узкими и длинными до двух метров кусками ткани, анучими, на которые надевали лапти. У женщин главной частью костюма была длинная холщовая рубашка, поверх нее надевалась панюва – домотканная шерстяная юбка, состоящая из трех или четырех полотнищ, собранных на шнуре. На голове носили обручи с кожей или бересты, обтянутые тканью. К голову замужней женщины украшал плотно прилегающий чипец. Сельские женщины носили различные украшения из меди, бронзы, недорогих камней. Жизнь горожан. В городах жили князья и их дружинники. На городских площадях собиралась вечер. По большим и малым городам Руси шумели торги. Здесь торговали серебряной, отделанной узорами посудой. Рядом стояли гончарные изделия – ковшины, черпаки, амфоры. Радовали глаз украшения из золота, серебра, драгоценных камней. Сюда же приносили свои изделия кожевники и кузнецы. Иноземные купцы – греки, арабы, болгары, евреи, армяне, поляки, чехи, немцы – торговали драгоценными камнями, тканями, оружием, пряностями, винами. Города были центрами культуры. В них существовали школы, иконописные мастерские, где местные художники учились у греков писать иконы. Быт простых горожан мало отличался от крестьянского. Помимо ремесла в городах занимались земледелием, огородничеством, скотоводством. Жизнь князей и бояр. В богатых и знатных семьях были свои порядки. Обычно до года дети находились на руках кормилицы. До пяти лет – на попечении нянек. Согласно традиции, воспитанием княжича руководил его дядя, брат матери. Снатные люди, получив перекрещение имена христианских святых, в быту продолжали именоваться поязычески – Владимир, Ярослав, Святослав, Мстислав, Всеволод. Жилища князей и бояр – хоромы – состояли, как правило, из нескольких строений, соединенных между собой переходами. В центре находился терем – высокое здание башня, где размещалось отапливаемое помещение, изба, а также холодные горницы, летние спальни, клети. Рядом с теремом находились летние помещения. С избой их соединяли переходы – сени. В богатых хоромах была еще большая парадная горница, где хозяин пировал со своей дружиной. Недалеко от хором находились жилища господских управителей, поварня, конюшня, кузница. Здесь же располагались кладовые, зерновые ямы, амбары, ледники, погреба. В них хранились зерно, мясо, мед, вино, овощи и т.д. На небольшом удалении находилась баня. Двор был окружен оградой с мощными воротами. Развлечением знати была охота и пиры. Столы были уставлены дорогой посудой, не только кубки, но и ложки были серебряными. Рекой текло заморское вино и русский мед. Большие чаши, наполненные вином, ходили по кругу. Слуги разносили огромные блюда с мясом, рыбой и дичью. Женщины сидели за столом на ровне с мужчинами. В гостей на пирах развлекались комарухи и гусляры. Знатные люди носили рубахи из тонкого полотна или шелка. Порты шились из шелка и парчи. Верхней одеждой была еланча. Широкий плащ без рукавов, украшенный мехом, золотыми и серебряными пряжками, драгоценными камнями. На ногах красовались кожаные сапоги с загнутыми кверху носами, расшитые золотом и шелком. Костюм знатной женщины отличался богатством тканей. Шелковая рубаха, затканный золотыми нитями и отороченным мехом бархатный плащ. Девушки и молодые женщины предпочитали красные сарафаны. Они опоясывали их лентами, немного выше талия. В торжественных случаях женскую голову украшал кокошник. Он делался из твердого материала, обтягивался золотой тканью и украшался жемчугом. Женщины носили золотые и серебряные цепочки, ожерелье из бисера, серьги, браслеты и другие ювелирные изделия. Подведем итоги. Характерной чертой быта жителей Древней Руси было возникновение разницы в образе жизни верхушки общества и основной части населения.